Шемкенские волонтеры тем временем активизировались в период карантина. Группа студентов взяла под опеку несколько многодетных и малообеспеченных семей. Добровольцы регулярно доставляют им продукты и одежду, но это далеко не единственный их проект. Подробнее о работе активистов в сюжете нашего корреспондента. Халида Щермухамад выросла в многодетной семье. У нее семь братьев и сестер. Учится девушка на третьем курсе городской медакадемии, в стенах которой и началась ее волонтерская деятельность. Сейчас будущий фармацевт-технолог работает сразу в трех направлениях – медицине, экологии и социальной помощи. Волонтер для меня – это человек, который делает добрые дела безвозмездно. Я сама захотела стать активистом, чтобы проявить свои человеческие качества. Волонтерская деятельность не мешает учебе. Мне кажется, она наоборот помогает рационально использовать время. Родители, кстати, тоже не против, чтобы я этим занималась. Они меня поддерживают. Друзья Халиды – тоже волонтеры. Все свободное время они проводят в специальном центре. Не просто обсуждают многочисленные благотворительные проекты, а активно в них участвуют. С Халидой мы знакомы полгода. Она очень активная. За последние месяцы в регионе произошло несколько чрезвычайных происшествий, во время которых Халиды все время работала в колл-центре и принимала звонки от жителей. Она человек с добрым сердцем. Сейчас Халиды работает во Всемирном фонде защиты детей и международной сети волонтеров. А недавно победила в эко-конкурсе среди зоозащитников. На полученные деньги девушка купила восемь велосипедов и раздала их малообеспеченным семьям. Нынешняя холодная зима в Шимкенте стала поводом для очередного проекта «Халиды Щермухамад». Вместе с друзьями организовали сбор средств и доставку угля в дома нуждающихся. Рауль Габитов, Нурбек Байбосын, Нурмахан Мусатов, Нурмахан Бек Муратов. Итоги дня. Шимкент.